Добрый день! Решите, пожалуйста, чуть-чуть вашего времени еще занять, немножечко. Очень важный вопрос хотелось бы спросить. Про сорняки, да? Да, про сорняки. Но здесь уже все мудрецы, все же знают ответ, что все в мире гармонично. И сорняки также нужны, как и основные растения. Более того, мы можем многому научиться у сорняков. Например, их энтузиазм, их живучести в любых условиях, их целеустремленности. И в то же время, с другой стороны, для чего они нам нужны? Они делают нас сильными. Чтобы обычному растению прорасти, ему приходится выдержать конкуренцию, которая развивает нас, та же конкуренция развивает нас в виде сильного характера, подкрепляет нашу целеустремленность и так далее. Все зависит от нашего подхода. Поэтому никто в этом мире ничему помешать не может. Здесь абсолютно гармоничная система во всем. Надо научиться это видеть и применить в жизни. Благодарим вас. Спасибо. Все, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Для начала скажите, пожалуйста, кто у нас новенький? Кто на этом все... Ох ты! Смотрите, у нас очень серьезная тема, что означает, с одной стороны, мне надо очень сильно напрячься, чтобы упростить. А с другой стороны, вам нужно немножко напрячься, чтобы понять. И четыре лекции, и плюс лекции ответы на вопросы, это серьезно. Это много времени относительно для того, чтобы выдержать. Поэтому мы должны эмоционально в это включиться. Мы должны понять то, что мы тратим сейчас время, а мы будем говорить очень много о времени, о его функциях, что вообще нам это нужно. Поэтому мы начнем с конца. В конце предполагалось вопрос. В конце. Ну, лучше мы их зададим сейчас, потому что в зависимости от ваших вопросов я поверну, ну, как бы, объяснение в ту или иную стезю. Дам это знание под тем или иным наклоном, так скажем, для того, чтобы максимально помочь вам услышать то, о чем я буду говорить. Хорошо? Значит, у нас тема, что такое время. Это будет основная тема. И, соответственно, мы будем рассматривать время как некий аспект вечности. И какое мы имеем отношение к этому времени. Как строить цели, чтобы время помогало, а не мешало. Какие цели будут вступать в конфликт со временем. Какое сознание ведет к тому, что мы будем ощущать страх смерти, страх разочарования, страх потери. Это очень серьезная тема, согласитесь. И она, по-моему, важная для всех. Вот я для чего это все повторил. Для того, чтобы вы... У меня вот тут одна специальная тетрадочка. Задали мне вопросы. Что бы вы хотели услышать? Даже не вопросы, а пожелания. А я попробую в эту тему вкропить в ваше, ну, чаяние, ваше ожидание. Можно микрофон? Да, сюда нам принести. Ну, давайте. Время работает на вас. Да, вот малышка. Вы не новенький, я вас помню. Здравствуйте. Я вас тоже хорошо помню. Вопрос по времени. Как все успевать? И стоит ли все успевать? Потому что день можно четко распланировать, все сложить в график, его исполнять. Но когда ты все делаешь четко, день, два, неделю, месяц, не будет ли у тебя собираться напряжение? А с другой стороны, а куда спешить? У нас же много жизней. Веди благочестивую жизнь. В следующей жизни успеешь. Отлично, супер. Прямо в эту тему. Еще. Еще. Здравствуйте. Что помогает вам ценить свое время наилучшим образом? Мне? Лично? Мой опыт? Да. Вау. Хорошо. Пишу. Хорошо. Добрый день. Да. Меня зовут Александр. Хотелось бы для уточнения, может быть и всем это будет более понятно, для того, чтобы ценить время и идти к главной цели, хотелось бы, чтобы вы озвучили правильно поставленные цель жизни и миссию, озвучить на примере на каком-то. Добрый день, Михаил. У меня вопрос такой. Как возможно уменьшить количество сна? То есть вроде все из жизни исключено, что могло бы отнимать энергию какую-то лишнюю, ну, во всяком случае, на данный момент, что я смог увидеть. А все равно 9 часов сна требуется. Вот как его уменьшить до 5, до 4 часов в сутки, как это некоторые делают. Спасибо. Вон там, да. Такой вопрос. Если некоторым людям, в принципе, известно, прошлое, настоящее, будущее, то вот аспект времени, он категория только вот земная категория, то есть его вечности не существует времени, так понимаю? Спасибо. Добрый день. А вот со мной время играет всегда злую шутку. С самого детства. Я всегда везде опаздываю. А вот с некоторых пор стала замечать, что когда я прислушиваюсь внутри себя, я не опаздываю. То есть если какая-то встреча там или какое-то дело запланировано, но я чувствую, что мне туда не нужно, я туда не иду, и все складывается нормальным чередом. А если я себя преодолеваю и куда-то тороплюсь, вот как сегодня, я все равно опаздываю. Почему так со мной время играет? Вот сюда, вот та женщина у нас. Спасибо. Вот говорят, все приходит вовремя, а как же упущенное время? У меня в продолжении этого вопроса может ли время быть потраченным впустую? Или все-таки это какой-то может быть нужный этап? И если оно впустую, то можно ли это наверстать? Здравствуйте всем. Скажите, стоит ли прикладывать большие усилия, чтобы получить результат? Или все-таки следовать такой мудрости, как тебе все само придет, то, что положено? Потому что в погоне за результатом иногда становишься таким сверхэффективным и про все забываешь, кроме работы или какой-то конкретной цели. Спасибо. Здравствуйте. Вопрос. Постоянное сожаление об упущенном времени. Такое впечатление, что жизнь просто профуфукана и опускаются руки что-то делать. Это нормальный какой-то промежуточный этап. Как можно из этого выйти? Отлично. Здравствуйте. Матя, скажите, пожалуйста, вот говорят, время сжимается, что сегодня в сутках не 24 часа. Это правда? Что вы по этому поводу думаете? Прям мудрецы. Супер. Да, это хороший вопрос. Так, теперь смотрите. Еще один вопрос. Да, давайте. Доброе утро. Как жить в тотальном принятии того, что Бог посылает все лучшее. Не умом понять, а всем своим существом, что что не делает, все к лучшему, и жить с оптимизмом и вдохновленным. Спасибо. Как увидеть позитив в происходящем, да? Так можно кратко, да? Нет? Здравствуйте. Скажите, а на что в первую очередь тратить время? Вот на все же не хватает? Ага. И на что вообще не стоит? Что последнее. Спасибо. А у меня не закидайте помидорами, если я скажу, на что не стоит. Михаил Юрьевич, добрый день. Хотелось бы еще услышать, что вы можете сказать о балансе духовного и материального в жизни. Отлично. Так, вот теперь смотрите. Ну, достаточно. То есть еще же я кое-что к этому добавлю. Но то, что я считаю важным, скрепляющим эти вопросы. Есть еще много важных аспектов. Теперь все, кто согласен, что нам это интересно, поднимем руки, да? А кому это неинтересно? Вот теперь очень интересно... Как это сказать? Я даже не знаю, как это сказать. Есть такая наука на аэрософе. И она помогает нам понимать, как мы мыслим. И как мы запоминаем, и что мы запоминаем, и так далее. Мысленно скажите себе, мне очень нужно это узнать. Вот просто закройте там глаза. Минутку я вам дам, да? И таком устраиваем внутреннюю молитву, настроим, пожалуйста, да? У кого-то Господь, у кого-то космос, у кого-то, я не знаю, эго. Позволь мне услышать и понять послание. Окей, настроились, да? Мы помним, что если мы не пишем, а просто слушаем, завтра мы будем помнить 10%. Да? Пожалуйста, как-то. И в любом случае информация должна перейти в образ жизни. Если эта информация откликается в сердце, то мы должны научиться ее применять. В противном случае сама по себе информация – это просто шум. если мы это не применяем в жизни и не знаем, как применить. Поэтому что мы делаем? Ну, возьмите себе там, у меня это звездочка в кружочке. То есть, когда я говорю какую-то идею, которую, он что, космонавт? Это что, можно применить в жизни? Раз, звездочкой. То есть, те мысли, которые не откликаются у вас в практике. Вы не будете знать, что с ними делать. Если вы не зададите мне вопрос, ну и как же так жить? Ну и как же это реализовать? Что произойдет? Эта мысль уйдет из головы. Ее само тело, сам мозг, ну, как бы, откажется от нее. А вы им что ее помнить, если она не дает никакой практики? Понимаете? Поэтому фиксируйте, потому что я не говорю ни одной мысли, которую нельзя реализовать. Не скажу. Это просто у вас не хватает опыта и понимания. Понятно, да? Поэтому желаете сказать, хорошо, ну вот это может быть и интересно, но я не вижу практического смысла в этом. Да? И таким образом мы эту информацию закрепляем на уровне практики, на уровне действия. Потому что, ну, просто что-то слушать, какой смысл. Давайте начнем с самых базисных моментов. Это я все говорю для того, чтобы была некая внутренняя мотивация. Потому что перед тем, как давать лекцию, что вы думаете, я себя не мотивирую? Можно представить, сколько я лекций дал, да? Но следует единице. И поэтому тоже думаешь, а что говорить-то? Уже все сказано. Да? Но ведь зачем-то нужно говорить. Это явно нужно. И поэтому я тоже себя определенным образом стимулирую, что ничего, плоды тебе не принадлежат. Каждый должен заниматься своим делом, не привязываясь как бы к последствиям, да? Воин воюет, и если это настоящий воин, даже если его убьют, он будет воевать. Потому что он воин. Мать будет выхаживать своего ребенка, даже если у него серьезная болезнь, неизлечимая. А то она и мать. И так далее. Правильно? Да? И это вот такой стимул. Поэтому не то, что я тут один решаю вашу судьбу, или вы без меня ее решите. Идея заключается в том, что мы вместе в одной упряжке несколько дней поработаем. И чем больше мы будем чувствовать единение, что я послан вам для чего-то, а вы посланы мне для чего-то. Да? То есть вот это взаимное обогащение, да? Оно на самом деле очень важно. И поэтому хотелось бы чувствовать, что мы на одной территории, а не по разные стороны. Хорошо? Потому что вот это ведическое знание, знаете, ну вот сколько уже, 32 года я им занимаюсь, изо дня в день, ну практически, а последние там, ну, 12 лет, каждую секунду. То есть я ничем другим не занимаюсь. Я просто в шоке, как повезло. То есть это настолько практическое знание. Первые такие последователи появились у меня, когда у меня в Москве была студия звукозаписи, я записывал простых музыкантов, вокалистов в студии, и давал просто советы бытовые. И в какой-то момент они мне все сказали, откуда ты столько знаешь? То есть просто даже, у человека не поет голос, как сделать, чтобы запел? Да, не смыкаются связки, болит голова. И на все вот такие простые бытовые вопросы уже тогда были ответы. Вот люди тогда начали привлекаться, очень много интересоваться, и буквально заставили меня создать несколько курсов таких базисных, которые бы давали кратко основные законы материального бытия. То есть они, вот эта вся история возникла именно из сотрудничества между нуждающими и тому, кто уже эту нужду у себя закрыл. Да, поэтому я очень бы хотел, чтобы вы оценили с точки зрения практики именно, что не все так плохо, как многим кажется, но и не все так хорошо, как многим кажется. Не все так хорошо. Есть над чем поработать каждому из нас. И очень интересно, что в самом мироздании для того, чтобы у нас было движение, нас сделали несовершенными. Вот это первый очень важный закон. Никто несовершенен в этом мире, кроме, ну, понятно, Бога. И это основа движения. У нас всегда есть стимул, что в себе улучшать, к чему стремиться. И в то же время, если мы избегаем несовершенных людей вокруг себя, то значит, мы не понимаем план Бога. Нет совершенства. Совершенства выражены именно в аспекте Бога. Мы же, так или иначе, живые существа, которые зависим от этого совершенства. Да, и общаясь с совершенной личностью, у нас появляется вот этот вектор к развитию. В противном случае мы будем стоять на месте. Хорошо. Давайте поймем, для чего нам все это нужно. Понятие времени, экономить его, не экономить. Оно нам нужно потому, что мы хотим поднять качество жизни. Хотим более счастливыми быть. Но сейчас я задаю банальный вопрос, на который, ну, я уже здесь с 14-го года, и не только здесь. Большинство не знает ответ, что такое счастье. Какие типы счастья существуют. И вроде простой вопрос, но сейчас, если мы начнем дискуссию, то, поверьте мне, все 4 дня мы будем на эту тему говорить, и к какому-то единому заключению не придем. Хотя оно и есть. Писание описывает как минимум 3 вида счастья. 3 вида. Нас будет интересовать, ну, первое, это чувственное счастье. Ну, вот покушали вкусно, ну, приятно же, хорошо, правильно? Если ничего не болит, тоже же от своего рода счастье, правильно? Отсутствие страданий. Вот вам второй тип счастья. Третий, можно тип счастья выделить, как мы счастливы, когда никто нас не беспокоит. Или все происходит, как мы хотим. Глобально. На уровне бытия, куда входит и наше мышление, и куда входит наше чувство. Такое более. Вот обычные люди, выходящие на этот уровень, они как-то уже считают, что всего достигли. Но есть еще один вещь счастья. Запредельный обычным людям, только святым высокого уровня, да? Это, смотрите, сочетание такого полного удовлетворения, которое динамически постоянно нарастает. Вот вам хорошо? Вам радостно хорошо. И при этом завтра вам будет еще радостней и еще хорошо. На фоне полного внутренней самодостаточности. То есть у вас есть полная внутренняя самодостаточность. Вам говорят, хочешь покушать? Ну, если с тобой есть, хорошо, давай. А мы тебе не дадим поесть. Ну и не надо. То есть это запредельно. Представьте, какого уровня должно быть счастье, чтобы вас, вами не могли манипулировать ни при каких условиях. Дадут вам поесть, не дадут поесть, дадут тебе поспать, не дадут. Вы настолько самодостаточны, что на вас внешние факторы не играют. Называется полная свобода. И еще добавьте к этому то, что вот это удовлетворение от этой свободы, раскрепощенности, естества постоянно нарастает. Вот что испытывают серьезные люди, занимающиеся настоящей чистой духовной практикой. Я таких людей видел. Мне абсолютно самодостаточности. То есть когда говоришь такое определение счастья, которое не я придумал, оно не откликается. Вот смотрите, если бы вот сейчас можно было бы сделать фотографию ваших лиц, ни у кого счастье на лице от этого не увеличилось. Понятно почему? Потому что то, что я говорю, вообще мозг не воспринимает. В силу того, что нам вечно чего-то не хватает, нам вечно все мешают, да? И в конечном счете, даже если мы что-то получаем, нам радостно первые два дня. А потом мы к этому привыкаем, и это становится нормой. Поэтому, смотрите, настоящее счастье, это счастье, которое постоянно нарастает. Постоянно как? А вот так. Каждый следующий день в качестве непредыдущего. Вот это счастье духовного мира. Это абсолютная реальность, в которой рано или поздно за вечность все мы придем. Но хочется побыстрее. Что остальное-то что? Вот посмотрите, если представить на секунду, что у вас есть такое ощущение от мира, да? Ну, насколько все остальное тухлое? Абсолютно тухлое. То есть вы полностью самодостаточны. Вы ни в чем не нуждаетесь с точки зрения нужды. Вы действуете от избытка, а нет недостатка. Мы влюбляемся и говорим, ты мне так нужен, потому что у меня этого нет. Но мы любим своих детей, потому что мы любим. Мы хотим. У нас может быть даже дефицит, но мы хотим любить. Это немножко другое. Понимаете? Это очень маленький пример вот этого духовного счастья. когда человек знает, что все, что ему нужно, он уже имеет. Оно все у него присутствует. И поэтому, чем он больше делится, тем больше он видит, как много у него есть. Мы же боимся делиться тем, что у нас есть, потому что думаем, что у нас мало. Святые же люди, они делятся и отдают. И, оказывается, у них все есть. Это удивительно. Нет истощения. И отсюда происходит это самодостаточное. Оказывается, чем больше мы отдаем, тем больше мы имеем. Но это очень серьезная тема. Да? И эти люди не зависят от времени. То, что просто съедает нас, да? То есть каждый день к зеркалу подходишь, уже не подхожу. Уже грустновато. Понятно, да? То есть, как бы, мы понимаем, что время съест это тело. Просто съест, превратит его в ужас конкретный. Итак, осуществует философское эмоциональное восприятие. Как мы сейчас будем слушать лекцию? Когда я делаю выводы, вы слушаете философские. Потому что что произойдет? Допустим, я говорю какую-то вещь, что мы действуем и любим из недостатка. И вы что начинаете? Вы начинаете анализировать. Анализировать. И, допустим, в вашей системе ценностей, в вашем состоянии бытия нет ответа. Нет, как бы, ну, отголоска этого. Что произойдет? Вы начинаете эмоционировать. Что он говорит? Что за фигня? С таким умным лицом такую фигню сказал. Нифига у меня это не происходит. А я в это время объясняю философию. Объясняю почему, при каких условиях. А вы сидите, думаете, нет, это невозможно. Что он выдумал вообще? Сидит тут с умным лицом в очках. Я о чем сказал-то? А? Все важно. Пролетело вообще мимо, даже не заходило. Поэтому, когда мы говорим философски, то мы забываем об эмоциях. А когда мы думаем, воспринимаем эмоцию, то есть я скажу, сейчас смешно, правда, да? Ну и поржем вместе. Не надо в это время философию подводить. То есть это очень важный аспект, потому что в противном случае мы ничего не слышим из-за того, что мы эмоционируем. Особенно кто? Женщины. Дальше. Как, что такое философия для нас, когда мы слушаем информацию? Я даю тему. Некая причина, наследственная связь. Это возникает из этого. Сорняки нужны для растений. Да? Это тема. Дальше идет ее объяснение. На санскрите рема. Объяснение. Ну, потому что сорняк, да-да-да, делает то, он разыгрывает почву, насыщает ее тем-то, тем-то, растения, да-да-да. Ага. Понятно. Дальше что вы делаете, когда вам объяснение дали? Мы размышляем. Не, а как-то, да, это, у меня вопрос. Да? Пожалуйста. Это все только объяснение одной темы. После размышления, да, мы задаем вопрос, который должен удовлетворить нас, и тогда мы сделаем вывод. Мы с этим согласны или мы с этим не согласны? Если мы с этим согласны, значит, мы сделали выбор в этом направлении, который должен к чему привести? К тому, что мы будем это применять на практике. Вы не будете применять это на практике, как нормальные живые существа, если это никак логически не умещается в вашей голове. Вы не видите смысл в этом. Если вы не видите в этом смысл, зачем это делать? Бесполезно, глупо, это раздражает. Мы будем считать это потерей времени, правильно? Более того, мы будем считать потерей времени то, что мы сейчас говорим об этом. Господи, еще и говорим. Мало того, что это нам не нужно, еще он говорил два часа об этом. И теперь, когда мы применим на практике, только тогда у нас появится в это вера. Вера очень интересный процесс. Не думайте, что это просто вам сказали, вы поверили, это настоящая вера. Это некое внутреннее согласие. Знаете, бывает, человек говорит, ты чувствуешь, похоже, да, интересно, да, откликается, но это еще не вера. Мы применили на практике, и после того, как мы применили на практике, мы что должны получить? Плод этого действия. Ага, точно, так и произошло. Класс. Теперь это становится нашим знанием. Представляете, какая длинная цепочка? Понятно. Итак, еще раз повторим. Тема, объяснение, тема, объяснение, размышление, выбор, мы должны выбрать, пойдем этим путем или нет, применение на практике, вывод, и дальше вера. После практики что может произойти? Не работает нифига. И все. И опять вера вырастет, правильно? Только в то, что этим что? Заниматься не надо. Понятно, да? И таким образом, вот уже с точки зрения времени, вот именно соблюдение полной цепочки, полной цепочки, даст нам уверенность в том, что мы не потеряли время зря. Если мы остановимся на одном каком-нибудь пункте раньше, потеря времени. Ну, например, вам дают таблетку и говорят, эта таблетка поможет, ну, от чего хотите, там, улучшит зрение. Ну, к примеру. Два раза выпили, правильно? На это я думаю, что-то не помогает. А курс был месячный, и пить нужно было точно после еды, а не дай бог до еды за полчаса. Вот это то, что практически, я думаю, никто не может следовать за полчаса до еды. Это очень тяжело следовать. Месяц, каждый раз, за полчаса до еды. Да, ты входит в дом, и тебе говорят, садись поешь, вот ты должен полчаса ходить и не есть. Очень тяжело. И, соответственно, мы нарушаем технологию, два дня попили, потом говорим, что? не работает, не работает, мы говорим. А сами понимаем, а фиг его знает, может, и работает, но мы же не дошли до конца, мы же не проверили. Мы же нарушили или технологию, или количество приемов, лекарства сократили, или не вообще до еды пили, ну и так далее. Понятно, да? Вот это потерянное время. Поэтому эту цепочку нельзя нарушать. Вот те вещи, которые мы обсудим, нужно всегда потом применять в жизни по вот такому сценарию, четкому. Постановка задачи, да? Объяснение выслушать, как и что, да? Дальше поразмыслить, приложить, совместим ли это вообще с моей практикой, со мной лично, способен ли я это делать, да? Окей, способен, попробую, интересно. Все, пошли к практике. Практика четко должна идти, да? Месяц. Дальше делаем вывод, не работает лекарство. Все. И хорошо. Больше никогда его не будем применять. Плохой врач. Все, больше никак к нему не пойдет. А вдруг хороший? Опа. Хорошо. Поехали. Теперь самое главное. осмотреть, понять аспект времени и понять свои цели нельзя отдельно от понимания, зачем это мироздание дано. войдите в реку. Вот я все лето стараюсь искать такие ледяные источники и там купаться. Очень нравится. И это обычно горные реки. И если вы в горной реке пойдете против течения, очень, оно собьет вас. Поэтому есть принцип перемещения по реке горной. Как бы все время уступаешь течению. Если слишком уступаешь, без сопротивления, сбросит. Если пойдешь против течения, сбросит. Если пойдешь по диагонали, потихонечку, то течение даже помогает сделать следующий шаг. Потому что оно тебе под ногу-то силу дает. Только надо четко знать вот этот. Чем сильнее течение, тем больше угол. Тем меньше течение, тем меньше угол. То есть можно поперек идти, когда маленькое течение. То есть есть свои технологии. То же самое с временем. То же самое с законами этой природы. Мы можем давать некое сопротивление, но мы не можем идти поперек. Очень многие люди говорят такую вещь, о чем мы сегодня уже говорили. Сейчас найду. Найду. Хорошо. Сожаление об упущенном времени. То есть если мы раз 20 прошли против течения, 20 раз упали, все уже купаются на том берегу. Все уже костерчик развели. Понимаете? Они же там кушают. А мы все в этой речке колупаемся. Понимаете? Никак перейти не можем. Еще раз 20 упали, суставы все там разбили, ноги, пальцы повыкручивали. Время упустили, упустили. Ничего нет негатива. Значит, очень сильно идем поперек. Более того, существует же еще у нас, есть аналогия с рекой, определенные физические возможности. То же самое, не все задачи мы можем решить на данном уровне сознания. Нужно точно знать свои пределы. свои пределы чего? Отречения, любви, дружбы. Мы не бесконечны. Мы что-то можем, что-то не можем. И если мы берем задачу, которая не соответствует наша психика, наша физика, мы надорвемся. И время будет упущено. Почему? Потому что мы разочаруемся. Понятно, да? Следующий момент, который очень важно понять для того, чтобы двигаться вперед и иметь качественную жизнь. понять, что нас никто никогда не наказывает. Пожалуйста, пометь, я сейчас объясню эту тему. Она наиболее болезненна для меня тоже. Каждый раз приходится применять просто интеллект. Нас наказывают наши поступки. Вот этот вывод нас запомнил. Вот мой опыт показывает, что это 100% так. То есть вы кидаете камень вверх. И что, гравитация вас наказывает, какая-то камень вам вниз по башке даст. Гравитация? Нет. Гравитация это закон тяготения. Все. Это просто закон. Если бы вы не кинули камень над своей головой, он бы не разбил вам голову. Гравитация ни при чем. Это закон. Следовательно, когда мы ощущаем, что вдруг на нас ни с того, ни с сего что-то упало, кто-то нас предал, кто-то нас обманул. Когда мы не потеряем время, когда мы будем знать, какой закон мы нарушили или какой закон был использован, то есть против чего мы пошли в этой жизни, в данном случае, когда мы подбрасываем камень, мы делаем вызов гравитации. Правильно? Мы говорим, ее подброшу. Гравитация говорит, ну кто сильнее, давай посмотрим. Раз назад камень. Правильно? Когда мы прыгаем с горы, вот если был спортсмен, это человек, который, знаете, с таким парашютом, плащом прыгал все со скала, вот он летал, ну не долетел, его уже нет, не рассчитал и в скалу врезался. Разве его наказали силы природы? Нет, они его не наказали, наказал он себя, не рассчитав свои возможности. Вот это очень позитивный момент. Смотрите, если мы считаем, что нас наказывают враги, нас наказывают другие люди, то что? Во-первых, мы в иллюзии, согласны? А зачем нам быть в иллюзии? Что от нее хорошего? Во-вторых, нас ждет день сурка. День сурка понятно выражение? То есть будет все то же самое. Почему? А мы же не решили проблему. Мы думаем, Вася плохой. Убрали Васю, теперь Петя такое сделал. Господи. Да они что, все мужики такие? Понятно, да? Так это же иллюзия, что все такие. Но мы что? Мы теряем время. Мы не сдали в рук. Мы опять кинули очередной камень. Думаем, под углом кинем, да? Не попадет на угол. Бах опять попал. Да кто ж там наверху сидит? Да что же не делать? А вот. И отсюда у людей происходит разочарование в отношении их в мире вплоть до самоубийства. Что такое самоубийца? Который боится что-либо уже делать. Он считает, что бы он ни сделал, ему будет плохо. Что бы он ни сделал? Кроме одного. Быстро спрыгнуть. Вы понимаете? Это же такой же человек был за 10 лет до самоубийцы, до этого дня. Он был такой же, как мы. Он получал какие-то реакции, какие-то страдания за что-то. Но сделал неправильные выводы, что виноваты все вокруг, кроме него. И что это невозможно поменять, да? В результате смена тела. Но очень мучительная смена тела. Потому что раз он его потерял, Вселенная ему его не даст долгое время. Будет в тонком теле ошиваться. Что он выиграл? Ничего. Что он проиграл? Потерял колоссальное количество времени. Кто виноват? Он. Он. Разве мы не говорили, выйдешь из тела насильно, тела не будет. Говорили, но не верил. И так далее. И так это очень важная идея в том, что нас никто не наказывает. Ни Бог, ни другие люди. Это только кажется. Человек, который разберется с этой идеей, на практике ее проверит и поймет, из-за чего пришло страдание, будет очень, как это сказать, быстро духовно развиваться. соответственно, так как дух первичен, материя вторична, то из материальной платформы проблемы начнут уходить. А никто не виноват в том, что происходит. Имеется в виду. я сам, я сам за свою судьбу отвечу. Это мои проблемы. Таким образом, смотрите, зависть исчезает, да, а у кого-то хорошо, плохо, но он лучше что-то сделал, мне просто надо узнать. Почему важно? Потому что это потеря энергии. Гнев, мы теряем энергию или приобретаем, скажите? Теряем. Жадность, мы приобретаем энергию или теряем? Обида, ненависть. Так, видите, сплошные качества, которые что? Заставляют нас потерять энергию. Мы будем говорить о качествах, благодаря которым мы будем приобретать энергию дополнительно к себе. Например, дружелюбие. Очень интересный момент. Или, например, смирение. Смирение означает, я знаю свое положение. Вот в этом я хорош, а в этом я плох. Я в этом плох. Вась, помоги мне в этом. А я вот в этом хорош, я тебе вот этим могу. А вот этим не могу. Во-первых, тут же разобрались, что могу, что не могу, никаких иллюзий нет. Во-вторых, если у меня есть нормальное дружелюбие, я реально готов человеку чем-то помочь, он мне поможет, потому что он тоже в чем-то слаб. И таким образом мы можем сотрудничать, объединяться, и даже имея малой энергии, делать очень великие дела. только за счет того, что мы точно знаем свое положение, что мы точно можем, а что мы не можем. А что делают люди? Я сам. Отвали. Да давай я помогу. Отвали. Потому что у нас зависть, что он может, а я нет. У нас комплексы. Понимаете, комплексы. Мы хотим выглядеть на пять копеек дороже, а не быть дороже. Выглядеть. это особенности этого века железного. Когда все хотят по форме. Знаете, то есть как бы вот тихо все, не говорим о их недостатках. Да? То есть получаем пятьдесят тысяч, всем говорим семьдесят. Да? Нам там. Шестьдесят лет, всем говорим пятьдесят. Правильно? Живем в однокомнатной квартире, всем говорим в трехкомнатной. Мы аж построили, местные ко мне подходят, ты что такой фасад сделал, слушай, а? Я говорю, какой обычный дом? Ну как же, надо было навернуть, пусть соседы видят. А зачем? Зачем мне разжигать эту зависть? Правильно? Зачем? Поскромнее. То есть заработал денег, сразу дорогую машину купил. Правильно? Трусы дырявые, денег на бензин нет, на ремонт нет, но зато внешние. Вот, понимаете? В этом вся беда. Мы очень боимся быть такими, как мы есть. Нам почему-то кажется, что нас больше любят, если у нас больше есть. А любят ли нас? Или просто будут эксплуатировать, если у нас больше есть? А мы же надорвемся, потому что от нас ожидание то, что у нас больше есть, а у нас этого уже нет реально. Вот, мы и надорвались. А что ж тогда? и думал, что можешь и не надо было. А потом страдания, да? А вот они откуда? Кто в них виноват, кроме нас? Мы же виноваты. Вот это очень важный момент. Пожалуйста, каждый раз, когда что-нибудь случается, я вам дам потрясающий пример на следующей лекции. В чувство, в эмоции я разрешу вам проявлять эмоции, что никто не виноват в том, что с вами происходит. Я долго думал, 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 придумал, как это показать эмоционально. Почему эмоционально важно увидеть? Потому что, если вы видите эмоционально, ваш ум, он как бы это запомнит как эмоцию. Сильная эмоция работает на нас. Хорошая, положительная, сильная эмоция закрепляет знание сразу. Обязательно отшутить во время «Я себе буду только вот так говорить, спокойно, а то просто будет хороший, глубокий сон. У вас не будет сил даже уйти с этой лекции, никто не уйдет отсюда, никто». Понятно, да? Это у мужчин у них есть так называемая пустая комната. Они кого устают, женщины, кого устают, они еще больше суетятся. А мужчина вот так вот в зал и начинает переключать программу. Главное, чтобы не понять, о чем речь. У него пустая комната, потому что, если он, обратив к нему, он уже устал, ему некогда думать о чем там говорят. Только понял, о чем говорит, сразу с другой. У меня супруг заходит и говорит, «О чем этот фильм-то?» Я говорю, «Откуда я знаю?» Какая-то разница. В самый момент я начинаю понимать, о чем фильм. Я беру, переключаю, но мне неинтересно, мне не нужны эти мысли. Подожди, мы же не поняли, чем кончится. А зачем нам понимать, чем кончится? Чем-то кончится. Расслабление, да, чтобы мысли отогнать, неохота уже ни о чем думать. И наоборот, если сильная эмоция, то мы мгновенно ее хватаем и закрепляем, и слышим, что с этой эмоцией связано. Хорошо, разобрались. Так, столько материала, я просто теряюсь, с чего начать. Сейчас я посмотрю. Я наметил разные, как бы. Ну ладно, давайте начнем все-таки, что такое время, ладно? Не поймете? Поднимите руки, скажем, ты куда улетел? Для того, чтобы нам понять, что такое время, необходимо понять, откуда оно появляется, источник времени. Дело в том, что это энергия. И в материальном мире время проявляется как энергия разрушения. Если убрать разрушение, деградацию, деградацию, то время перестанет, оно останется. Это будет энергия, но которая нам перестанет играть какую-то роль. Ну, допустим, у вас только улучшается все. Тогда что такое экономия времени? Чего вы экономите, если все улучшается? Опа! Мы перестанем обращать на него внимание, потому что мы его и так не видим. Мы же его не видим. Мы его как видим? Вау! То есть вы скажете, ну, как же ребенок растет? Нет, он умирает. Как только родился, мы понимаем, что неизбежно тот, кто родился, тот обязательно умрет. Поэтому с этой точки зрения, да, с позитивной точки зрения, мы говорим, как это, можно сказать, да, наполовину пустой, наполовину полный. Конечно, мы скажем наполовину, там, что полный. Да, чтобы позитив был. Ребенок развивается. Но если говорить философски, он умирает. И рост его тела и развитие мышечной системы говорит о том, что, да, процесс умирания в полной мере набирает обороты. И скоро он проявится. Правильно? Он проявится, там, после сорока тело начинает увидать. Какое-то время поддержание идет, но потом увидать. Поэтому время актуально. Если мы убираем принцип разрушения, принцип конечности времени, вот этот принцип убираем, время не играет никакой роли. Оно играет для нас роль только потому, что основная его функция в этом мире уничтожать, разрушать. Что? Материю. То есть время как материальная энергия не подвластно следующий аспект времени над духовным. Но подвластно над материальным. Значит, что мы теперь... Для того, чтобы понять этот тезис, мы должны понять, чем дух отличается от материи. Правильно? Если мы с этим не разберемся хотя бы теоретически, то что? Бесполезно дальше говорить. Бесполезно. Я очень много могу по поводу времени говорить, станет бесполезно. Значит, нам надо понять, что такое дух и чем он отличается от материи. Правильно? Есть целая глава в Писании. Сейчас я открою и мы с вами просто это прочтем. Смотрите, очень интересный момент, как Писание объясняет обычному человеку, мы же обычные люди и мудрецы, что такое душа через отрицание. Потому что у нас есть некое внутри представление, основанное на нашем опыте. Но опыт-то какой? Материальный. Правильно? Поэтому представления у нас все материальные. А сколько душа весит? Потому что наше тело сколько-то весит? Так вот, душа не весит. О! Это отрицание. Это постижение через отрицание. Как происходит глобальная трансформация сознания? Сначала нам дают доводы на нашем уровне. Как мы ребенку даем доводы? Ну, мы же там трехлетнему мальчику не будем говорить. если ты не будешь кушать, ты не напишешь диссертацию. Мы же ему скажем на его уровне. Ты не сможешь играть, не сможешь нормально на санках с горки скатиться. Ребята на тобой будут смеяться. Мы что-нибудь напридумываем. Но мы будем придумывать на его уровне. Мы не будем придумывать на нашем уровне. Но взрослому дяде Дылде сказать, ты с горки не скачешься на санках. Он скажет, то и не собирался. Ему нужно другие доводы давать для того, чтобы он что-то делал. Поэтому принцип отрицания очень важен. Сейчас я найду вам эти тексты. Вот смотрите, начинается. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши. Затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомышлящего человека такая перемена не смущает с точки зрения функции. То есть это научно доказанный факт, что за семь лет нашей жизни меняются все клетки в теле. Если мы считаем, что это тело и есть наша индивидуальность, то через семь лет ее нет. Это другое тело. но мы же видим, что мы те же. Кто-то помнит же себя в детстве совсем, но теперь представьте, что вы не видели зеркало, ну, себя в зеркале, вы же все равно скажете, это я. Ну, я себя помню играющим там в четыре года с собакой, помню, как я плакал по каким-то солдатикам, которые мам не хотели покупать. Смешно, конечно, я понимаю, что это я, но когда я смотрю на фотографии четырех лет, я еще себя там узнаю, но окружающей точно нет. Говорит, а что, ты? Я говорю, да, нифига. Я говорю, правильно, не я, я сменил это тело, это тело не мое, но я-то я, так тоже я, если я уже не я. если ни одной клетки в грубом теле не осталось сейчас, да, значит, получается, душа. Вот об этом здесь и говорит, с трезвомыслищей человек просто понимает, ага, это моя рука, это моя нога, это моя голова, а я-то кто? Разве наша индивидуальность сократится от того, что мы потеряем руку? Нет. Кто-то операции вот женщинам, когда кесаревсечение делают, местный наркоз, знаете, там выключают там полтела снизу, ну, позвоночник, укол, делают анестезию, и человек не чувствует ни с тела. Хорошо, ну и что? Та же личность? Какая же ты та? Ты половина личности? Тебе половину выключили? Неа, та же. Значит, от того, что даже у нас какие-то в теле сделают грубые нарушения в виде потери рук, ног, оказывается, наша индивидуальность от этого ни на чуточку, что не изменится. Дальше мы видим, как стареет лицо. Индивидуальность стареет? Неа. Ощущение я есть не меняется с возрастом. Это очень важно. То есть, я вам объясняю через отрицание. Тело на теле сказывается. Как бы человек хорошо не выглядел с точки зрения здоровья, мы видим, что ему 60 лет. Да, просто хорошо выглядит, ничего себе хорошо. Да, для 60 хорошо, не для 50. вести. Понятно, да? Но индивидуальность внутри я есть абсолютно не зависит 50 лет или 60. Да? Итак, знай, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. То есть, вот это я есть, этот импульс идет от души, которая не имеет к материи никакого отношения. Она находится внутри этого тела в области сердца, в потоках воздуха. Да? И вот эту бессмертную душу нельзя уничтожить никаким видом оружия. То есть, видите, через отрицание. А какая она? Это очень трудно объяснить у нас материальное зрение, которое действует в узком диапазоне. Да? Да, того же инфракрасного излучения мы уже не видим. или какой-то еще, да? Радиоволны. Мы не видим, поэтому очень трудно нам объяснить, какой она. Нам легче сказать, какого она не является. Нельзя убить. Нельзя разрезать. Из одной души нельзя сделать две души. Душа не может произвести на свет другую душу. И так далее. Душа не рождается, не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она не рожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Как человек снимает старые одежды, надевая новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Душу нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой и сушить ветром. Нельзя разбить на куски, растворить, сжечь, и сушить. А теперь очень важно. Неизменная, неподвижная и вечная. Она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. То есть мы видим, что здесь косвенный, а дальше и прямо будет говориться о том, что время не подвластно над душой. Раз время не может произвести над ней никакую как бы функцию, не может ее разрезать. Раз разрезал, значит время произвело изменение. А над душой оказывается время не подвластно. Как нам это понять? У нас есть запись. У нас есть запись. Сейчас будет запись звучать. И вот для того, чтобы нам эмоционально немножко на уровне чувств понять разницу между душой и современным телом, нужно понять, что существует духовный мир, в котором время есть, но оно не действует как разрушение. Оно просто течет. На нем все базируется. Как вот мы на полу стул стоит, но нам до этого пола нет, если пол не разрушим и не мешает нам уходить. Нам нет дела до него. Вот так же в духовном мире нет до нас, то есть до времени дела. Оно несет функцию поддержания, не разрушения. Теперь, в какой-то момент там все души служат Богу. Надо еще понять, кто такой Бог. Тоже тема интересная, потому что все по-разному думают о нем, поэтому обязательно надо дать какие-то основные характеристики. мы дадим. Но сейчас не об этом. И теперь в какой-то момент душа думает, ну, а я что, тоже вечный. Не сушить, не убить нельзя. Ведь настолько чистое сознание в душе, что все, что она хочет, она тут же может реализовать. Так устроено. Так устроено Богом. И, соответственно, она думает, ну, и что, я без Бога не могу. Все. Вот эта мысль записывается. Это аналогия. Она не записывается. То есть сейчас я записал фразу одну там через микрофончик. И вот в этот момент, когда душа так думает, на нее же время не влияет, но она влияет на эту фразу, на эту мысль. Вот этот слепок мысли и составляет наше правительство. Смотрите. Давайте поставим эту мысль. Оригинал. Вот как мы появляемся здесь. Я вечный. Я полон знания. Я все проблемы решу сам. У меня все получится именно так, как я задумал. И никто мне не сможет помешать. И я добьюсь того счастья, которое сам себе желаю. я неподвижен. А кто говорил? Кто говорил? Понятно? Вот этот голос и тот голос имеет разницу? Имеет. Это волновое. а там цифра. Там электричество. Ну, понимаете, я в микрофон тоже, это уже электричество. Но если я вот так говорю, это уже реальный голос. А тот голос нереальный. Это слепок. Это копия. поэтому душа неподвижна в том плане, что она уже вот к этому голосу не имеет отношения. Теперь. Эта запись во времени идет? Идет. Во времени? Как же? Сколько там по времени пока? 18 секунд. Теперь мы представим, что на нас время не влияет. Вот мы представляем. Это же понятно, очень трудно. Но мы в духовном всем мире. Теперь вот слепок с меня, но он-то во времени, он имеет конец. Мое мышление не имеет конец, как души. Но вот эта мысль одна разлучает меня с Богом. Почему? Потому что я говорю, я смогу все сам. Бог мне не нужен. И если, допустим, вы Боги, вы думаете, ну если он хочет, ради Бога иди. И вот эта мысль останавливает мое общение. В момент, когда я это говорил, я с кем-то общался? Нет. Я ни с кем в этот момент не общался. Я был неподвижен. И здесь, вот в нашей комнате, это занимает какое-то время, но оно ни на что не влияет. Поэтому течение времени для нас не важно. Но для этой записи течение времени играет огромную роль. Там началось рождение и смерть. Потому что есть начало этой мысли, есть ее конец. И теперь, если я возьму, например, и эту запись обрежу в половину, пол мысли скажу, а пол нет, это уже другое сознание, другое. Оно уже не полное даже относительно того слепка, который сделалось. теперь, через что эта мысль звучала? Через материальное тело. Чтобы эта мысль звучала, ее нужно облечь в тело. Вот эти колонки перед нами и сидят. Это аналогия, она грубая, но идея, понимаете? То есть, чтобы теперь эту мысль, которую Бог записывает, он ее воспроизводит. Пак. Но чтобы она воспроизвелась, нужно дать тело. Теперь, вы скажете, а как вот это все? Но ведь он же записал не одну только мысль души, а миря души. И теперь существует во Вселенной так называемая Пратхана. Пратхана означает, там существуют непроявленные материальные элементы. Вот материальные элементы в виде пластмассы, железа, земли, там, ну, все это к земле относится. Пример, вода там. Оно находится. И теперь туда эти мысли посылаются. Чтобы эта мысль зазвучала, она должна дойти вот через этот пульт. Это определенная схема техника. Это определенное тело, через которое воспроизводится мысль, запись. Понятно? И теперь что делает Господь? Он насыщает вот эту Пратхану, непроявленную, материальную, вечную энергию, вот этими живыми существами, слепками их мыслей. Движение началось? Нет. Запись есть, правильно? Она же не стерта. Она есть. Вы ее слышите? Где? Вы ничего не слышите. Почему? Кое-кто кнопочку не нажал. И вот сейчас кое-кто нажмет кнопочку и мы услышим. Вся эта система заработает. Вот почему Кришна говорит или любое имя Бога. Я источник всего. Потому что пока он не нажмет кнопку, ничего вы не услышите. А я неподвижен. И теперь я хотел, но потом передумал. Я хотел, но говорит, так, срочно встаем, убегаем отсюда. Вот такую мысль. Вы побежали или нет? Почему? Потому что вы различаете, что то, что говорит через колонки, это всего лишь запись. Но если будет военная этого, знаете, как бы там сирена, вы же побежите. То есть оказывается мы различаем, на какие сигналы реагируют, на какие нет. Вот так мы реагируем. Слепок одного человека говорит одно, слепок другого говорит другое. реагируем и начинаем взаимодействовать. А как мы взаимодействуем? Это же всего лишь мертвый слепок с нашего сознания. Вы не представляете, как точно это писание описывает. Они описывают, что вот эта фраза, которую я сказал, я не просто так сказал, что она несет? Она несет мое эго. я создатель, я поддержатель, я сам всего добьюсь, мне на всех наплевать, я ни от кого не завишу. Узнаете, о ком мы говорим, да? Я сам творец своей судьбы. Слышали, наверное, от друзей такие фразы? Не надо меня учить, я самый умный, я сам разберусь, у меня свое мнение, и где оно у вас сидит, это мнение, ну понятно, вот тут, в сердце, и пока кое-кто не включит, об этом мнении никто не услышит. И вот оказывается, что мало того, что мы только желаем, чтобы это осуществилось, должен быть механизм этого осуществления, и механизм этот не мы. Я сейчас скажу вам, поднимите руки, вот я поднял руку, кто поднял руку? Я? подождите, кто ее поднял? Я? Я знаю, какая мышца сократилась. Господь говорит, я внутри и вне своего творения. То есть, Юра, да? Костя. Сейчас Костя назмет, запустит запись. Я ему спрошу, что там произошло? Он скажет, да вот кнопку А нажал. А что внутри-то? А кто его знает? И представляете, что Бог говорит? А меня тоже не интересует. Я знаю, какую кнопку нажать. Остальное мои энергии делают. Потрясающая вещь. Но мы-то точно к этому отношения не имеем. Он сейчас ее возьмет поперек моей речи и включит. Я же говорю, подожди, я тебя не просил, а мне наплевать. Так кто действующий, он или я? Явно не я. Он, так он не знает, какую, он просто знает, что кнопку А нажать. А в какой момент? Кто ему говорит? Он же тоже под кем-то. понятна идея. То есть поэтому говорится, что душа в материальном мире неподвижная. Она не действует. Она наблюдает. И что она наблюдает? Реакцию таких же слепков на те мысли, которые они выдают. На эго сталкиваются эго. А кто же их сталкивает? Костя. Костя. Он может мою запись сейчас поставить. Что он может с ней сделать? Сделай так, чтобы было резко и неприятно. Можно сделать? Сейчас покажем, что может Костя сделать из меня. Я нормально сказал, аккуратно все. Сейчас он нам накрутит там. Ну, примерно, да. Оригинал, да, пока оригинал. Я вечный. Приятно? Я полон знания. Я все проблемы решу сам. Все выключаем. Хватит мучить все. Вы можете меня за это обвинить? Нет, меня не можете согласить. Я тут при чем? Я не крутил. Я нежно, спокойно сказал. Его обвинить? А разве это он говорит? Ага. А как мы любим обвинять всех вокруг? Вы видите, вот понять эту идею, что душа неподвижной, недействующая, очень трудно. Мы же действующие. Нет, мы желающие. От того, что танкист хочет проехать по полю, он гусеницами раздавит поле. правильно? Но он ли поехал или какая-то сила в нем запустила механизм думать? Да? Мы же думаем, думаем, вдруг раз и не думаем, раз легли и умерли. и внезапно, да, без всякого плана. Помните, как Волан говорит, как же это так, человек умер, и кто же это с ним так управился? Когда там эти атеисты говорят, ну, мы творцы своей судьбы, и что же вы так с собой управились-то? то есть, мы даже не можем сказать, что это тело нами ну, как бы движется. Мы не понимаем, как руки-ноги двигаются. А мы понимаем, как взять точную ноту. Это же вообще мистика. Люди поют песни, они же, ну, когда мы на клавишу нажимаем, там еще как-то понятно. кто это делает? Как вы можете считать себя действующими? Если вы не понимаете, как это все происходит, вы наблюдатели. Теперь скажите мне, кто-то с этим не согласен, что мы наблюдатели, и думают, что он действующий? Я еще доводов дам. Может, что, распинаться, терять время? Все все поняли? Я понимаю, что вас мучает. Вас мучает, а тогда какого черта все происходит? Если я не действующий, то кто действующий? Так вот, интересно, оказывается, иерархия этого материального мира устроена так, что есть кости, и в нашей вселенной их 33 миллиона, они называются полубогами, не бог, бог один. То есть определенные живые существа, которые нажимают всякие кнопки, а под ними есть еще огромное количество живых существ, которые соединяют вот эти проводочки, которые все это в определенные, потом они в силу своего развития получают новые тела, а мы можем, очищая свое сознание, свой слепок, до такого состояния, что занимаем должность теперь управления в этом мире, как есть же тут директора. Есть же директор, и что этот директор думает? Я вечен, полон знаний, ну, все же живут как будто вечные, вот парадокс этого мира, все знают, что умрем, но при этом мы живем как будто мы будем жить вечно. Почему? Я вам покажу, почему это происходит, потому что мы рожаем детей, которые умрут, зачем мы рожаем, если все равно не умрут, а потому что мы не понимаем, что они умрут, мы понимаем и одновременно не понимаем. Мы женимся, вступаем в отношения, они же развалятся эти отношения. А что тогда делать? Вообще ничего не делать. Понимаете? Очень интересный момент, что хотя мы понимаем, что всему придет конец, мы действуем так, как будто этого конца не произойдет. Так кто сумасшедший в этом мире? Очень интересная история, очень, очень интересная история, да? Но при этом вы правы. Я заранее знаю ваш ответ. Ну что ж, теперь ничего не делать, есть такие, какого черта, да? Нет. Надо понять, как дело действует так, чтобы это было вечным движением. Вот в чем интересный момент. А так происходит следующим образом. Например, вот я сказал эту идею. Теперь представьте, что мы можем закольцевать эту мысль. Я вечен, я вечен. Правильно? Теперь на это вечен можем наложить еще какую-то мысль. Знаете, музыканты, они берут там и зацикливают. И накладывают на это еще что-то. Наложили балабаны, наложили бас, да? все пошло, движение. Вот это наша жизнь. То есть, у нас есть вот этот слепок, нашу мысль, я должен жить так, и это главное. Теперь берут вот эти полубоги и накладывают следующую на эту мысль другого человека. Да, вместе будем. И вот мы уже пум, пам, по чуку, так, вместе уже кудахчем этот круг. Да, появляются дети, они тоже в этом лупе, в этом цикле жизни. понимаете, теперь закончилось промежуток времени, выключилось, а тут цук, пак, а тут второй ты уже свой мысль закончил, он ее поменял, и он с нами разводится. Значит, они думают, так, ну его мысль с кем-то надо закончить, ну-ка, иди сюда, садись с ним, будешь цыкать, пукать, давай, поехали. Вот так видит мир Бог. Да? И теперь мы на кого-то сказали, что он там заставил нас туда бежать? Я не заставлял вас бежать, это моя запись. А теперь, смотрите, иногда у человека происходит, которым воплощена эта душа, сбой, он вообще не понимает, что происходит. И тогда может человек начать делать все наоборот, но слепок тот же. Можно построить реверс? Есть у нас? Да. Вот. Это та же мысль, слушаем ее, поймем мы, что-нибудь или нет. достаточный. Я думаю, все получили эмоции. Вот это происходит, когда мы сбиваемся. Нам все в жизни и нам говорят, ты что несешь, да? Вот ты что несешь? А человек несет ту же идею, только у него все уже в голове перемешалось, ему все достало в этом мире, и он вот такое что-то нечлено, нечленное, Поэтому происходит так называемая трансформация в нас одной и той же мысли. И в это время, в духовном мире, ничего не происходит. Мы там только задумались. А здесь мы миллионы жизней, циклов прожили. Вот так действует время. Оно действует с нашим слепком. Но оно не действует на нашу душу. Я какой есть, кто наговорил эту мысль, такой остался. Понятно, да? Понятно, что непонятно. Но поймите, это лучшее, что я мог придумать, как показать относительность времени. То есть мы можем ускорить эту запись. Правильно? Ускорить. А можем замедлить. Какая аналогия в материальном мире? Есть муравьи. Они живут сколько-то там дней. Знаете, да? И для нас они как двигаются? А в их времени, знаете, как они двигаются? В их времени. На высших планетах шесть месяцев наших это полдня. Как мы для них двигаемся? Они живут те же сто лет. Но по нашим измерениям, это четыре миллиона, например. Но они ощущают, то есть биологическое время совершенно разное. Понятно, да? То есть просто кости очередной. Ты что, это можешь даже запустить? Давай. Вот это как муравей я сейчас буду. Я вечный. Я полон знания. Я все проблемы решу сам. У меня все получится. Вот так полубоги сидят, смотрят на нас. И я добьюсь того счастья, которое сам себе желаю. Что, уже все закончилось, да? Надо же у него. А я только проснулся. Да, полубоги, говорит. И вот иногда великие цари прошлого, это же сейчас эпоха, когда полубогам нельзя появляться. Вот с этих райских планет здесь, да. Вот. А это наоборот. Это вот так бы мы видели бы мысли полубогов. Потому что они в другом измерении, у них все больше времени. У меня все получится. А теперь все, останавливаем. Теперь смотрите. Да, сейчас держите руку. То есть, ну, то есть, запомните. Теперь еще одна мысль. На кого это похож голос сейчас был? Что-то полубогами не пахнет. Пахнет мы знаем чем, да? Опа. То есть есть биологическое время внутри нашего вида. То есть если человек развивает тонкие ткани мозга, он начинает быстро мыслить, он начинает быстро говорить, и все говорят, подождите, мы вообще ничего не поняли. Есть такие люди, по крайней мере, в той традиции, которые изучают санскрит там с 20 лет, полный целебат. Целебат – это очень великое вещь. Я вам скажу, когда вы это слышите. Дело в том, что если у женщин яйцеклетка не задействована, организм ее выводит. Эта энергия гибнет. Знаете все это, да? Ну, я не обманул. А у мужчин, если вот это семя не расходуется, перерабатывается в тонкие ткани мозга, память улучшается в десятки раз. Скорость мышления, нейросети, чувствительность, ощущение, как целый мир. Понимаете? Так устроен мужчина. Поэтому для мужчин целебат означает продвинуться с точки зрения просто компьютеризации своего тела в сотни раз. Я видел этих людей. И вот ты берешь ручку, при том, что я закончил МГУ там и так далее, берешь ручку, начинаешь за ним записывать. Пишешь «а», кладешь ручку и понимаешь, не твой уровень. Потому что человек за это уже пол лекции рассказал, с такой скоростью говорит. Он захлебывается с санскритом. Понимаете? Захлебывается, потому что у него так... И вот тогда... Ты сидишь и думаешь, ну, все, все понятно. Ну, может быть, если в три раза замедлить, то можно успеть схватить. Вот уровень мышления. То есть есть биологическое время. И у меня отцу 90 лет, началась деменция. И очень интересно, я ему звоню примерно раз в месяц. и скажешь, почему так редко? А у него это как день. Я говорю, пап, как дела? А он мне говорит, так ты же вчера спрашиваешь. А месяц спрашиваешь. Биологическое время другое у него. Потому что сознание уже, что, утихает. То есть вы посмотрите, что мы в молодости делали. За четыре года института там, потом пол жизни вспоминаешь, что ты там на куроле сел только. Просто воспоминаний хватает на пол жизни. А потом ты там в какой-то момент, там после пяти тысяч, что-то начал делать, и рассказать-то нечего. Биологические часы. Поэтому существуют практики, в том числе и духовные, которые позволяют поддерживать биологические часы на том же уровне, как в детстве. Очень важно. То есть вы будете ощущать время так же, как так. Ну, в молодости. В противном случае, обычные люди, у них время что? Ускоряется. Колоссально. И для пожилого человека, там, 70 до 80 лет, это как два года института для студента. А то и один, а то и месяц. Представляете? Ну, так и есть. Все же в курсе, да, со своими родителями. Кто-то уже и сам родитель в таком возрасте. Смеляется время. То есть уже планируешь, так на полгодика одно дело сделать какое-нибудь. Надо к врачу сходить. Все. Процесс пошел, да. Вдруг смотришь, все таблетки допил. Так это уже два прошло. А я так и не сходил. Я все их пил. А сказали, когда допьешь, срок ты уже сходил. А, как два месяца. Как два месяца? Так вот только купил. То есть мы видим, что понятие времени, хотя мы знаем это от Эйнштейна, да, от квантовой физики, оно относительно. Да? Вот я вам раскрыл саму его природу. Итак, давайте повторим самые важные аспекты. Самый важный аспект то, что время для нас актуально, пока мы в грубых телах. Потому что оно съедает нашу энергию в виде тела. Динамика, который воспроизводит мой голос через колонки, имеет срок службы. Там мембрана стоит, гофр такой, который со временем лопается. Катушки начинают замыкать, там витки определенные. Понятно, да? То есть, соответственно, срок службы есть. Поэтому актуально. То есть вы можете взять машину, которая долго, много не проехала, но то, что она стояла, она тоже подвергалась воздействию времени. Правильно? Значит, материальное знание, которое мы получаем, оно вечное или конечное? Но должны мгновенно говорить, что конечное, материальное знание. Вы его автоматом забудете. А духовное знание вечно или конечное? Вечно. Следовательно, допустим, я в какой-то лекции говорю, вы душа, надо действовать так, так и так. Вот я сказал эту духовную истину. Вы говорите, фигня все это, чего этот мужик накурился? И мне дальше говорят, а почему вы все равно продолжаете говорить? Потому что мысль, который сказал вот этот человек, дурак, чего он накурился, это материальная мысль, у него что? Под влиянием времени что? Разрушится. А мысль, которую я сказал, останется. И это вот на столе, вот такая груда ваших мыслей материальных, и мы туда берем и кладем духовную. Вы говорите, фигня все это. Вот моя мысль, вот все правильно. Хоп, хоп. И время все это что? А на что работает время? На материю или на дух? На дух. А материю она разрушает. И через какое-то время все ваши мысли что? Через практику, через какой-то опыт разрушаются. Так же есть. Вспомните ваши мечты в детстве, где они? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все их время разрушило. Мы думали, счастье будет там, а нет его там. Ну ладно, наверное, оно тут. А нет его тут. А теперь, если вам не дать эту духовную истину, то что вы придете? Какой идея? Все тлен. Поэтому задача духовника, любого человека, занимающегося духовной практикой, все равно, даже если его бьют, плюют в него, давать истину. потому что она неразрушима временем. Она останется у вас в тот момент, когда все другие материальные мысли, время, что сделает? Разрушит. Поэтому должен ли проповедник что-либо доказывать? Зачем? У него есть очень хороший инструмент под названием время. Вы не правы, это так. Хорошо. Время все проявит. И вы не должны нервничать. Почему? Ну, хорошо. А может, вы не духовную мысль сказали? Время все проявит. Хорошо, мы себе пометили, и мы с вами ругаться не будем. Что тратить время, правильно? Время, если вы сказали материальную истину, время ее разрушит. Ха-ха-ха. Вы понимаете, уже какое количество энергии вы экономите? Поэтому в споре не рождается истина. Истину проявляет время. Это нужно просто понять. И использовать функцию времени как что? Как механизм, как инструмент достижения какой-то цели. потому что люди начинают друг другу что-то доказывать. Да ты не понял, я права, у тебя через два года будет так. А-а-а-а-а-а-а. Да уступи ты место, времени. Понятно, да? Нет, мы лезем со своей правдой, да? И что мы делаем во время правды? Разрушаем отношения. Ловили на себе это? Что раз он не мыслит так, как я, пошел вон. А не лучше сказать, ну, ты знаешь, ну, это, ну, ты так видишь. А может, ты и прав. Я же не Бог. Ну, время нам покажет. Давай зафиксируем. Ты думаешь так, я думаю так. Конечно, дальше мы не бежим и не молимся, чтобы время нам служило. Да? А то будет, вот, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Да, и злорадствуем, если по-нашему. Но мы сохраняем отношения за счет того, что мы разрешаем человеку по-другому думать. А теперь, если мы разрешаем человеку по-другому думать, что мы еще получаем? Мы получаем сопричастность к его жизни. Он думает, о, надо же, этот человек по-другому думает, но я все равно ему дорог. И теперь, если наша правда возьмет через два года, кому он придет? он придет к нам. Скажет, спасибо, ты круто сказал. Вот сейчас я вижу, что я прав. А ты меня терпел, балбеса. Я два года фигню нес, а ты терпел. Вот, дорогие мужчины, мы будем любить таких жен? Скажите мне, которые будут терпеть даже наши глупые мысли. Я уверен. Я уверен. И такой мужчина скажет, дорогая, ты единственная была со мной, со мной дураком. И ты ждала целых два года, пока время мне не доказала твою истину. Он скажет, ну, зато я с тобой, ты мне дорог. Он как женщина некоторая улыбаться на себе, как приятное станет бы тебе, да? Только мы не верим, что время проявит нашу истину. А может, это не истина, то, что мы мужьям доказываем. Может быть. И наоборот, правильно? И мы рушим отношения. Мы хотим сейчас и здесь, чтобы было по-нашему. Согласны? Как это называется? Вожделение. И теперь вам четыре типа вожделения в отношениях. Уж получите такую вишенку на тортик. Да? Почему это важно? Потому что когда проявляется вожделение, оно тормозит время. А вот оно, что важно. Через то, что мы начинаем ускорять неускоряемое. когда мы доказываем то, что мы хотим доказать, мы что делаем? Время же проявит. Мы берем это время, вы представляете, какую мы энергию берем, которую мы даже не видим, и начинаем двигать. Я тебе не знаю, что я прав. И вот мы ее двигаем, а потом падаем, умершие, вообще еле живые. Вы чего двигаете-то? Вы соображаете? Почему мудрецы нормально живут долго? относительно. Они не двигают время. Он говорит истину, а кто-то говорит, не так это все. Ну, не так. Ну, ради Бога. Первое. Контролирующее служение. То есть, мы же все друг другу служим. Вы сейчас чем мне служите? Вы слушаете, совершенно верно. Вы слушаете, вы сидите на этих стульях, и не всем они подходят по высоте. Я это знаю. Я вам служу? Тоже служу. Тоже мучаюсь по-своему. Мы служим друг другу. Мы служим детям? Служим. Дети нам служат? Тоже служат. Муж служит жене? Ну, конечно. А жена мужа служит? Служит. А партные нам щьют одежды? Служит. Служит. Ну, и так далее. Итак, и теперь вот в этом служении, в обмене в этом сотрудничестве как проявляется вожделение. Первое. Контролирующий вид служения или через контроль. Я вам прощу лекцию. Только так руки не держим. Ноги так не ставим. Так, ноги вместе сдвинули. Так, вы как сидите. Вы не так сидите. И все, я начинаю вас контролировать. Так, сейчас по команде все встали, слушаем, стой, теперь сидя. Вот это вожделение. Я читаю лекцию? Читаю. Но я вам ставлю условия. Не выходите. Только выйдите мне попробуйте. Почему не улыбаетесь? Я сейчас ничего смешного не сказал. И все, я вам достал уже с этой лекцией. Узнаем себя, да? Я тебе, дорогой муж, буду служить, но сядь здесь, встань туда, сделай так, это не делай, все. Мы ступим в близкие отношения, но и понеслось список такой. Это вожделение. Есть более тонкий аспект, условное служение. Я буду вам лекцию давать, если вы будете улыбаться. Это условие. Хорошо, мы будем вас слушать, если вы будете шутить. Не будете шутить, мы все встанем и уйдем. Да? А придется пошутить, да? Надо пошутить. Господь создал рай, все. Адам там ходит, в экстазе, все у него хорошо, все есть. Через какое-то время приходит Бог, говорит, ну что, как-то все вот как-то хорошо, но что-то не хватает, может что-то еще придумаешь мне вот тут для развлечения. Он говорит, ну, есть такая еще форма жизни одна, могу создать к твоей. Но придется заплатить рукой и ногой. Адам думает, не, а может что из ребра придумаем? Ну, вот он результат. Это я, Миша, пошутил. Ну, вот, и кому-то, может, шутка не понравится, и в чем проявится условное вожделение, в том, что такой человек скажет, а за то, что вы так, так шутите, я уйду с лиц. Это вожделение. Хорошо, я приготовлю тебе, если, обычно это если, да, если продукты, если ты то, выкинешь помойку, не будешь кидать носки, там, ну, еще там, миллион вариантов, да, или мужчина говорит, я буду тебя содержать, если, и понеслись условия, часто невыполнимые, ну, это условно. Какое еще, значит, у нас было контролирующее, условное, имперсональное проявление вожделия, имперсональное. Ну, как тебе, что, вот это, а я тебя просил, мне это вообще не интересно. Не, ну, это же классно. Не знаю. Че, что, не классно? Нет. Это вообще кто? То есть, когда мы делаем то, что нас не просят, потому что, видите ли, у нас в голове, это классно. Попадались? Ну, что такое? Это вожделение. Мы делаем то, что нам хочется. И называем это служение другого. Нам до этой личности, до этой персоны наплевать. Имперсональное, сложное. Просто делаем. А это надо вообще кому-то в семье или на работе, или где угодно. Да? И последнее. Бич современного мира. Формальное служение. Без любви. Формальное. Самое, на мой взгляд, самое бэ. Потому что тебе человек приготовил, ты ему ничего сказать не можешь. Правильно? Он тебе сделал. Ну, например, принес подарок жене. Ну, так это все формально. Так как-то без души. Упрекнуть нельзя. Он же поздравил. он же все сделал. даже отгадал, что мне надо. Ну, так сделаешь, лучше и не делал бы. Так и женщины бывают. Наоборот, тоже. Да? И на работе так бывает. Мы формально что-то делаем. Начальник не придраться нельзя. Мы явно нафиг с твоей работой. Вот они четыре типа проявления. Это я вам так в дополнение дал. Что очень сильно разрушает природу духа в нас. Мы души. Мы все хотим быть любимые. Мы все хотим любить. Правильно? Мы все хотим поддержки. Мы все хотим быть нужными. То есть мы не только хотим, чтобы нас поддерживали, но мы еще хотим, чтобы мы поддерживали, чтобы мы были нужны. И вот вожделение оно разрушает. И соответственно время останавливается. Мы не можем продвинуться никуда дальше. Мы его тратим зря, потому что на самом деле мы живем только для одного, чтобы испытывать эмоции. Эмоции. Уберите эмоции. В чем жизнь? Все. Ее нет. Почему кто изобрел интоксикацию? Знаете, да? Ребят, тот же, кто изобрел все остальное. Он один у нас. Для кого он изобрел интоксикацию? Вот для типа вожделения. Потому что благодаря вот этим четырем типам вожделения вы никогда не испытаете положительных эмоций. У вас все время будет негатив. А тут стаканчик налил себе и вроде ничего. Да пошли они все. Пять минут осталось. Понятно? Все очень просто. Не хочешь быть нормальной душой и понимать эти вещи? Хочешь вожделения. Поэтому обратите внимание, все публичные дома, где вот это грубо правильное вожделение. Там всегда интоксикация. И чем хуже отношения, чем человек больше проявляет вожделение, тем более сильные наркотики используются, больше интоксикации. потому что нет других эмоций. Одно дело вы вступаете в близость с любящим человеком, да, какие-то есть за этим основания, понимания единой системы ценностей, состояния бытия. Это одни эмоции, правильно? А другое дело вы платите. Ну это все. Жуть какая-то. Поэтому надо что-то же, чтобы эмоция была, какая-то, и чтобы я не видел, что у партнера эмоция надуманная, да, что для этого надо обоим вжарить чего-нибудь, правильно? Вот вжарили оба счастливы. Я помню, как в свое время в масс-концерте у меня ребята баловались, они мак в этом в ложке что-то там варили, фигня какая-то, типа опиум получается. И вот одна же дымища идет из номера. Я захожу, они сидят друг на против друга, короче, уширялись ребята, и при этом играют, играют в фигню в разных тональностях, но у них в башке симфония, представляете? Они аж слюню одну, вау-вау-вау на саксофоне, в другой тональность, вообще мимо касс, а у них в башке симфония. А в это время чайник советский выкипел, и уже горит это самое, одеяло шестяной тогда были в гостинице. Я говорю, вы что все офигели? У вас, говорю, тут одеяло, говорит он, что тут кипит? И дальше зажигать. У них эмоции, они на утро отошли, ко мне приходят, говорят, ты что с нами не вжарил? Ты знаешь, как классно было, мы так играли, жалко не записали. Я говорю, не записали, я записал. На, послушай. А там бу-бу-бу-бу мимо кассы и все. Говорят, это не мы, я говорю, это вы, ребята. Ну, нам клево было. Понятно, да? Или мы ловим настоящие эмоции, или полубоги в виде кости и тому подобных, да, устроят нам перевернутые записи, там, частоты накрутят, да? То есть, что такое эквалайзер, который он включал? Это определенные частоты выделяются, то есть, как бы эмоции увеличиваются, понимаете, да? И нам неприятно или наоборот приятно. Можно смягчить, сейчас уже не будем, время окончилось, но можно смягчить, эта запись будет еще мягче. Можно понизить, ну, я умею форманты, я сам звукорежиссер, на голос, не будет звучать, такой бархатный, низкий голос, говорить, эту же фразу. Все это делается, понимаете, да? Но это не имеет никакого отношения ко мне. Это делают определенные личности во Вселенной, на нас влияют так. Так что же мы, где мы? В мыслях и желаниях. Причем в первородных желаниях. Дальше наше желание, уже отраженная реакция на реакцию мира, на наши желания. У нас есть желания, мы их проявляем, через полубогов, нас там, включают нам все эти компрессоры, эквалайзеры, дают тело, мы выдаем желание, нам взять желание, ба-бах, и у нас уже отраженное желание, которое мы смотрим наверх, и говорят, сейчас подправим частоты, новое тело, там, из титана, давай, в этом теле, можешь всем докажешь свою мысль, к которой ты изначально пришел. Мы доказываем одну и ту же мысль, придя в этот мир. Какую? Я могу жить без Бога. Он мне нафиг не может. Это единственная мысль, из-за чего мы тут паримся миллионами рождения. Нет другой мысли. Все остальное это производная. Понимаете, что такое производная? То есть, не реализовалось это так, реализую это так, в таком корпусе колонки, с такими эквалайзерами, с таким-то микрофоном, понимаете, в ускоренном виде, в замедленном виде. Ну, на сегодня хватит. Вот завтра, откуда все берется. У нас еще что? Три лекции, да? Так, надо объявлять, сейчас волонтеры собираются поехать в детский дом, в интернат. Если кто-то хочет помочь, послужить детям, без четырех типов вожделения, бескорыстно просто проявить какую-то свою потребность души, то вот молодой человек, к нему подойдите, все подробности выясните. Да, все, спасибо, давайте до завтра. Также с утра будут вопросы, проанализируйте, посмотрите, что непрактично показалось, да, и мне потом скажете. Хорошо? Все, до завтра. Михаил Митюшин, друзья. Все, спасибо, да, выключаем. Спасибо вам. Спасибо вам.